Южный ветер И весну еще наколдует И память перелистает И встретиться нас заставит И встретиться нас заставит И еще меня на рассвете Губы твои разбудят Счастье, что оно Даже птица Упустишь И не поймаешь А в клетке Ему томиться Даже ведь не годится Трудно с ним Понимаешь? Понимаешь, все еще будет До концов убегают рельсы Самолеты уходят в рельсы Короли снимаются разъятая Если помнили это люди Если помнили это люди Чаще думали бы о чуде Реже бы люди Плакали Счастье, что оно Даже птица Упустишь И не поймаешь А в клетке Ему томиться Тоже ведь не годится Трудно с ним Понимаешь Я его не забру безжалостно Я его не забру безжалостно Я его не забру безжалостно Крыльев не искалечу Улетаешь, лети, пожалуйста Улетаешь, лети, пожалуйста Улетаешь, лети, пожалуйста Знаешь, как отпразднуем встреч Ежи АПЛОДИСМЕНТЫ Рожи наших талантливых участников и вас, дорогие телезрители. Такой кампании и отпразднуем! Торжественно открыть новую главу в истории проекта получает победитель нашей битвы сезонов Сергей Павловский! АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Сергей! Безумно рад тебя видеть, как и вся наша сотня и зрители. АПЛОДИСМЕНТЫ Уверен, вы помните, Сергей выиграл песню от признанного мастера хитов Олега Влади. АПЛОДИСМЕНТЫ Так что сейчас у нас двойная премьера на телеканале «Россия». Пятый сезон «Ну-ка все вместе» и новый хит Сергея Павловского! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Твои билеты Вздыхают поезда Секунды, как года Я так хочу тебя Запомнить навсегда Мне звёзд не скрыть уже А я и не хочу И на весь мир кричу Я так тебя люблю Тебя дороже нет Не будет никогда Я понял лишь теперь Что потерял тебя Потерял тебя Потерял тебя Я едва дышу Через боль скажу Не пиши совсем тебя Я прошу Я прошу Дай любви остыть Дай тебя забыть Дай тебя из сердца отпустить В осенних городах Для счастья места нет Сильнее нас двоих В руке твоей билет Вздыхают поезда Секунды, как года Я так хочу тебя Я так хочу тебя Запомнить навсегда Мне слёз не скрыть уже А я и не хочу И на весь мир кричу Я так тебя люблю Я так хочу Я так хочу Я так хочу Тебя дороже нет Тебя дороже нет Не будет никогда Я понял лишь теперь Что потерял тебя Потерял тебя Потерял тебя Аплодисменты Это же потрясающий кит Какая песня У всех уже глаза на мокром месте Аплодисменты Давайте точно такие же Сильные аплодисменты Со словами спасибо Скажем автору этой песни Олегу Владе Спасибо Спасибо Олег, мы желаем тебе и Сергею Потрясающих ротаций Золотых и платиновых наград Это лучшее открытие Юбилейного сезона Браво АПЛОДИСМЕНТЫ Сереж, ты часто смотрел на эту сцену С самого низу Но теперь настало время взойти на нее И присоединиться к экспертам Сотня Прошу любить и жаловать Победитель суперсезона Сергей Павловский Занимай место рядом с Сергеем Лазаревым Браво АПЛОДИСМЕНТЫ Все великие свершения начинались с первого шага А наше началось с первой песни Сейчас уже не вспомнить, что это была за композиция Но она дала начало самому грандиозному вокальному шоу Которое в этом году празднует свой юбилей Ну-ка все вместе АПЛОДИСМЕНТЫ Мы в эфире уже пять лет, дорогие друзья АПЛОДИСМЕНТЫ За моей спиной расположилась наша главная достопримечательность Великая вокальная стена На которой размещаются жюри нашего проекта Это представители всех музыкальных жанров и направлений Певцы, авторы, композиторы, преподаватели Победители музыкальных премий И настоящие легенды музыкального мира А главным кирпичиком в этой стене Является бессменный лидер сотни Сергей Лазарев АПЛОДИСМЕНТЫ Сереж, ничего там у тебя еще не крошится? Есть силы на пятый сезон? Нет, ничего не крошится Силы есть и не на один сезон, Коля Я тебя приветствую, а также приветствую всех Телезрителей И любимую сотню АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляю всех с премьерой и с юбилеем Вот уже пять лет мы открываем новые таланты И радуем нашего зрителя Еще никто не вышел на эту сцену Из участников, а у меня уже мурашки по коже Просто от предвкушения Я уверен, что пятый юбилейный сезон Превзойдет все предыдущие По накалу страстей и по эмоциям Давайте скорее начинать! Удачи всем! АПЛОДИСМЕНТЫ Правила шоу остались прежними Каждому участнику нужно выступить так Чтобы эксперты на стене захотели встать И подпеть ему Артист наберет столько баллов Сколько членов жюри споют вместе с ним Трое лучших Займут места лидеров Но лишь двое смогут пройти в полуфиналы Где их ждет дополнительный отбор А уже в финале Мы разыграем почетное звание победителя И большой денежный приз Который в юбилейном сезоне Стал больше Пять миллионов рублей! АПЛОДИСМЕНТЫ Вау! Вот это да! А также от нашего информационного партнера Радиостанция Новое Радио Победитель получит сертификат На создание оригинального сингла И ротации его в эфире Нового Радио Где звучат только супер хиты И супер новинки Мы начинаем самое грандиозное Вокальное народное шоу Ну-ка все вместе! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, друзья Я вас всех с премьерой поздравляю Я так рада тебя видеть! Ира, я так рад тебя видеть! Хочется какого-нибудь артиста Чтобы своим каким-то видением Не просто певец, который хорошо поет А вот какой-то персонаж Я хочу сюрпризов Сюрпризов? Двое новых открытий Потому что суперфинал был Какой-то сумасшедший Четвертый Вообще все сезоны были роскошные Кто будет первой, девчонки? Давайте мальчишку загадаем Всем привет! Меня зовут Амина Бегуева Мне 23 года, я из Москвы К музыке я отношусь с трепетом, с душой И музыка спасла мне жизнь Излечила меня Я в детстве болела воспалением голосовых связок Задыхалась и не могла петь Ну и когда стала вокалом заниматься Мои связки укрепились Дыхание улучшилось Поэтому музыка излечила меня И стала делом всей моей жизни Но это не последнее испытание в моей жизни Я попала в аварию в детстве И в последствии этой аварии Вот остался у меня шрам Этот шрам стал моей визитной карточкой Неким напоминанием о том, что Во-первых, я сильная Что ничего не сможет меня сломить На пути к своей мечте стать артистом Я достаточно давно хотела на этот проект Но морально была не готова И безумно рада, что попала на юбилейный сезон Девочка все-таки, девочка Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Так, красиво О, да Здравствуйте, уважаемая сотня Меня зовут Амина Бегуева Мне 23 года Я давно хотела попасть к вам на проект И, наконец-то, я здесь на юбилейном сезоне Вот-вот, про что я и говорил Давно хотела попасть на проект У нас такая очередь из заявок На удачи тебе Надеюсь, что с этой девочки начнется История наших соток Волнение Не волнуйся Красивая девочка очень Ох, какая классная Ох, какая классная Да Давай Ох, какой палец Давай Ой, фальшивист Да Она не держит или нет, а Джейllen Да Да Мне Countless Давай-давай. Видно, что она профессионал. Слушай музыку, тональность. Хорошо, ладно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Прекрасное начало, дорогие друзья! Давайте посмотрим, сколько баллов набрала Амина. 78 голосов. Ну что, соскучились по мне? Боже мой, какие красивые! А я-то как соскучился. Ну что, давайте начнем сначала с Сергея Лазарева. Сереж, давай, топи. Ох, нет, я просто, во-первых, рад. Так эмоционально подскочил. Да, я рад, что наконец-то вот вышел первый участник. И я уже понимаю, что запланка будет у этого сезона. Вау! Круто! Но сразу хочу сказать и предупредить всех участников, которые будут далее, что мы, конечно, за четыресезонный плюс спецсезон, многое мы видели и слышали на этой сцене. Поэтому будет сложнее гораздо. Мы уже такие избалованные чуть-чуть, да? Но, Амина, уже слышно и видно, что вы настоящий драгоценный камень на этой сцене, вокальный. Ну, многие, может быть, и попридержали голоса. Но, тем не менее, я уверен, что ты точно запомнишься. И я надеюсь, что тебе этих баллов хватит для того, чтобы продолжить эту борьбу уже, может быть, в полуфинале. Спасибо тебе за такое яркое открытие нашего сезона. Спасибо большое. Как участницы. Я могу сказать, что я сейчас между плойкой и утюжком. Можно так, да? Да. Плойка слева, да? Утюжок справа. Но я, как человек, который ведет этот проект давно, решил, что кому мне надо подойти на сцене к первому эксперту? Ну, конечно, к психологу. Да. За пять сезонов. Как не волноваться, открывая вот пятый сезон? Выходить на эту сцену нужно, как будто вы выходите на свой сольный концерт. Не на конкурс, а как будто вы вышли и поете для зрителей, которые уже вас любят. Ну вот, вы их любите, они вас любят. И вот эта вот взаимная любовь поможет немножечко снизить накал и снизить градус напряжения. Конечно, Аминочка, тебе волнение твое, да, сыграло немножко злую шутку. Но мы встали, потому что, ну, ты классная, ты просто обалденная, не встать на тебя невозможно. Спасибо. Но мне кажется, знаешь, ответственность больше появляется, когда эти начинают платить за выступление. Еще страшнее же, Коль. Еще страшнее, да? Спасибо. Алексей Глызин, прославленный наш музыкант, артист, певец, рокер в душе. Алексей, приветствую. Коля, привет. Ты потрясающе выглядишь, ты похудел, ты подготовился к сезону. Ну, просто жрать перестало, все нормально. Аминочка, вот видите, мы здесь все похудели, чтобы вас сегодня увидеть. И для начала это очень важно, чтобы, как сказал Сережа, чтобы планка была высочайшая. И есть, как вы сказали, харизма, я имею в виду совсем другое. Так что вперед. Да, конечно же, не всем достанется кусочек юбилейного торта. Вот пять миллионов, это же такие деньги, дайте мне их, я спаю тоже. Леш, я понимаю, что ты волнуешься за такой прекрасный гонарм. Нет, нет, оставь микрофон всем, потому что рядом с тобой сидит участник нашего проекта, нашего шоу. Четвертого сезона и суперсезона. Дима, почему ты сидишь-то, рокер? Ну, вы же сами слышали, чуть-чуть там было волнение, а поскольку это юбилейный сезон, хочется, чтобы вот к человеку, который набирает сотню, не было вообще ни одного вопроса. Ну вот как-то, чтобы мы вышли и обалдели, чтобы никаких шероховатостей не было, чтобы никакого волнения не было. Потому что все-таки это... Можно, я просто сейчас легкие пять копеечек. Мы вспоминаем, что у нас так или иначе есть все-таки еще полуфинал, еще один этап, который мы добавили. И также хочу напомнить нам, друзья, что два сезона подряд, четвертый и спецсезон, победили участники, которых мы как бы провожали уже. То есть мы их возвращали. Поэтому обращайте тоже внимание и вспоминайте наши же собственные ошибки, когда мы недооценивали человека, и он уходил, а потом такие, ну может он все-таки был хорош, возвращали, и вдруг он бах и побеждал. Вот об этом помните. Сереж, это не легкие пять копеек, это уже полтинник. Нет, просто, может быть, сейчас та же ситуация. Такая обалденная певица, мы ее чуть-чуть, может быть, сейчас недооценили. Да, были шероховатости. Вот она, не дай бог, сейчас уйдет, она первая вышла и уйдет. Давайте хотя бы ее запомним в случае чего, ладно? Вот так хорошенечко. И может быть, традиция будет вновь возвратимой, и она вновь победит. Я вам от всей души желаю, чтобы все 22 человека разубедились. Давайте все искупаем в овациях, прекрасную Амину. Спасибо большое. Можно передать еще ниже микрофон на первый ряд профессору Гнесинки Юрию Наумкину, который сидит в красном квадрате. Уважаемые коллеги, я впервые здесь, на этой замечательной стене. О, так вы новичок. У нас много новичков, кстати. Новичок, да. Ну что, дембеля, а? Отомстим? Николай, можно на правах однокурсника в 2001-м закончили рам? Да, конечно. И я тоже. Видите, между нами какая пропасть. Какая пропасть. В несколько этажей, как минимум. Я на первом этаже хочу поблагодарить участницу, которая открыла сегодняшнюю программу. Амина ее зовут. Амина. Она замечательно справилась с волнением. И на последних аккордах я поднялся. Но кнопку... Я был не одинок, да. Но вот кнопку я не помню нажал или нет, но энергетически Амина меня тронула. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, раз начался пятый сезон, то у матери стены тоже юбилей, я бы так сказал. Этери, Этери, ты правильно взяла микрофон. Ну конечно, Этери, ну ты выглядишь просто феноменально. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо огромное. Сотня привет! Я вас приветствую, мои дорогие! Соскучилась очень! Сереж, по тебе я тоже очень соскучилась. Ну давайте. О! АПЛОДИСМЕНТЫ Амина. Амина Бегоева. Чувиха, 23 года, я так не пела. Далеко даже, даже близко. Вот Андрей, свидетель. Мы с ним... Вместе не пели так. Мы с ним вместе так не пели. Этери, ты обновила не только внешний вид, но и словарный запас у тебя обновился. Чувиха, вообще я не пела. Ну сейчас, да. Ну слушайте, у меня дочь подросток, а я... Омолаживается. Дальше. Первый припев. То есть петь на пианиссимо нужно уметь. Вокальный плач. Очень крутая штука, которая поможет тебе... Тут сыграло волнение. Вокальный плач это в определенные ноты плакать. Я хочу! Ну почему вы не поставили больше? Почему вы не поставили? Почему вы не встаете, скатывая? Так, репетируем. Ну дальше ты выровнялась. Да, платье мешало. Что-то мешало. То есть, вот надо убрать из твоего выступления все, что тебе мешало. Платье? Надо убрать платье. Кстати, с такой фигурой можно... Давайте еще раз тогда. И будет сто. На форте, когда ты вышла, там уже мы услышали все. И услышали потенциал, и все, что ты можешь, и все, что ты запланировала, но приберегла, мне кажется, для какого-то другого случая. Знаешь, Амина, я понимаю, сейчас вот шумит сотня, мы все чуть-чуть, нам чуть-чуть, блин, жаль. Вот знаешь, вот такое ощущение, что как жалко, потому что ты заслуживаешь реально все 100 баллов. Да что жалко, 78 голосов. Но, в том-то и дело, что она может на 100, но, к сожалению, сейчас не случилось это 100. Да вы Павловского два раза выгоняли, а теперь он победитель. Еще и песня у Влади хорошая. Это должна быть моя песня, Павловский. Итак, дорогие друзья, Амина Бегоева занимает первое место в тройке лидеров. Она открыла наш пятый юбилейный сезон с результатом 78 голосов. Да, будем считать, что это профессорский задел, вдруг кто-то выступит лучше. Вообще она очень сильно худенькая. Для такого голоса большого, если бы она вышла и спела там пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. А это несоответствие, знаешь, как всегда вызывает интерес и восхищение. Это контраст, да-да-да, однозначно, это удивляет. Ты бесчувственный. Нет, я тебе скажу, что я не прощаю себе, если я где-то фальшивлю, либо нечисто пою. Там были такие крутые фразы у нее. Ну не могу. Там просто из-за этих фраз даже можно было встать. Лично для меня вот просто если было... Я сейчас посмотрю, на кого ты будешь вставать. Я сейчас посмотрю, на кого ты будешь вставать. Говорят, как новый сезон встретишь, так его и проведешь. После выступления Амины могу сказать одно. Нас ждет очень мощный юбилей. Ну-ка все вместе, мы только начали! АПЛОДИСМЕНТЫ В такие моменты не понимаешь, как бы... Ну придерживать же свой голос, когда выйдет сильный участник. Ради того, чтобы сбалансировать с тем, чтобы девочка не ушла, ты тоже не можешь. Ну либо же должны выйти три объективно сильнейших вокалиста, когда ты не будешь придерживать голоса и тогда это будет безговорочная победа. Если честно, я испытываю каждый раз трепет перед тем, как выходит новый участник. Я очень волнуюсь. И я вместе с ним прям переживаю и волнуюсь. Андрей Сморжок, 22 года, Москва. Я актер театра и кино, артист мюзиклов и еще недавно стал телеведущим. И обычно мне дают такие лирические персонажи, лирических героев и все такое. Раньше я избегал телевизионных конкурсов и, ну вообще, если честно, всяких вокальных конкурсов в силу каких-то комплексов, навешанных ярлыков. Казалось бы, у артиста не должно быть к себе претензий, но в силу того, что я попал, ну так назовем это в кавычках, в великий мир шоу-биза очень рано, в детстве. Я раньше был пухленький, поэтому мне говорили, что ну тебе надо похудеть. Это первое что. И в один из моментов, один из продюсеров, которая на тот момент была в продюсерском центре, в котором мы занимались, сказала мне то, что ты вообще танцуешь, двигаться не твое, давай-ка без этого, пой это. И сейчас, спустя время, я понимаю, к чему это было сказано, но тогда это оставило на мне определенный след. Все мы проходим этот путь и, наверное, без этого я бы не добился и не стал бы тем, кем я являюсь сейчас. Сейчас я сижу здесь, абсолютно другой, обновленный, интересный, с новым опытом и готовый рвать вперед. Что-то из современного нас посетило. Такой модный, штаны прикольные. Здравствуйте, меня зовут Сморжок Андрей. Сморжок? Ой, какая классная фамилия. Я надеюсь, что мы сейчас с вами споем и станцуем все вместе. Класс, давай. Давай, Андрюха, мочи. Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь. Какой голос низкий. Оранжевок. Законик на Глицорево. Нравится мне, когда ты громко хохочешь. Не важно, днем или ночью. Это нравится мне. Нравится мне, когда мы смотрим с тобою фильмы. Хоть они и дебильны, и даже во сне. Нравится мне, что ты с меня одеяло стянула и меня даже продула. Но мне плевать, если я заболею. Я сам себе поставить банки сумею. И мне никого, блин, не надо. Лишь бы ты ходила голая рядом. Мне никогда не будет скучно с тобою. Я даже свою честь планету открою. А пока она тебе будет сниться. Я приготовлю для тебя огромную пиццу. Нравится мне, с тобой назад приду целуваться. И ты не вздумай меняться. Нравится мне, что можем максимум пять минут ругаться. И только две обижаться. Нравится мне, не замечать расстояний, когда безумно так тянет. Это нравится мне. Нравится мне с тобой на кухне и ванной, и даже рухнуть с дивана. Но мне плевать, если я заболею. Я сам себе поставить банки сумею. И мне никого, блин, не надо. Лишь бы ты ходила голая рядом. Мне никогда не будет скучно с тобою. Я даже в твою честь планету открою. А пока она тебе будет сниться. Я приготовлю для тебя огромную пиццу. Нравится с тобою. Из дома сутки не выходить. Я хочу тебя любую. Тебе всю ночь буду говорить. Это нравится, пусть останется с обострениями. Только по слову просто хочет голой походить, понимаешь? Нравится. Нравится. Девочки, если я заболею. Блевать, если я заболею. Я сам себе поставить банки сумею. И мне никого, блин, не надо. Лишь бы ты ходила голая рядом. Мне никогда не будет скучно с тобою Я даже в свою честь планету открою А пока она тебе будет сниться Я приготовлю для тебя огромную пиццу Здравствуйте, Николай Так хочется сказать, откуда вы чудо-чудное, диво-дивное? Как? Из города Москва Москва? Конечно Прекрасно, прекрасно Ну что ж, давайте посмотрим, сколько Андрей набрал экспертных голосов своим выступлением Опа! 51 голос Половина Светочка, я хотел восхититься, ты всегда спортивная, энергичная, роскошная Это просто вот комплименты Комплименты, я вернусь к тебе Я вот Здравствуй, Степан Здравствуй Ты чего сидишь, ты самый позитивный Ты что, не молодежь, что ли? У тебя такая классная, как говорится, кислотная курточка Хочется, во-первых, Андрею сказать, что он реально офигенно выглядит Андрей, правда Кто согласен со мной, девчонки, дайте шума Ты не у себя на концерте, дайте шума Подожди, подожди Потому что Светлана, Светлана Мастеркова Когда ты вышел, она просто завизжала Она завизжала, закричала Ты еще не успел спеть, а она уже начала кнопку нажимать Я честно хочу сказать, что как образ, как персонаж Мне очень понравился, правда, очень симпатичный Но как будто бы это пятый сезон Как будто бы у нас Аминочка вышла и просто нереальное что-то сделала А потом на фоне Амины вышел Андрей И уже как будто кажется, что слишком простенько, слишком лайтовенько Но при этом харизма присутствует Харизма присутствует однозначно И хочется пожелать только удачи Но просто явно не в мое сердечко просто А так все супер, спасибо большое Да, спасибо Олимпийская чемпионка с тобой не согласна Абсолютно не согласна, дорогая сотня Ведь мы мечтали попасть на эту сцену в юбилейный сезон И мы мечтали об этих ребятах И нам сегодня демонстрируют разные стили, разные направления Ну разве вы сотня, половина не услышали, что там столько голоса? И он выбрал такую песню для того, чтобы вы, именно эксперты, разобрались в этом Не зрители, даже я понимаю Дай ему любой репертуар на английском, на немецком, каком угодно языке На китайском На китайском Это моя коронка вообще Да Ну-ка на китайском, давай 49 экспертов Вы что, вы разве не заметили, что потенциал у парня такой, который даже я расслышала А я ведь только с тренировки Вот, понятно Так, а я иду А, эти люди сидят, я их не вижу Так, а я иду О, сестры, зайцы, мои девушки, боже мой, какая прелесть С одной стороны невеста, с другой стороны вдова, да, вот так как-то смотрится Подождите, я просто мимо прошел, я соскучился Хватит у меня Отбирайте, темную, темную устраивайте Раз, оп, оп, оп Зажимайте его с двух сторон Сэндвич, сэндвич Спорт, спорт, есть спорт Я к вам еще подойду, садитесь Садитесь на свои постаменты Наши легенды Я пришел к участнице Финалистке третьего сезона Ну-ка, все вместе Еве Власовой Давайте поаплодируем Ну, как тебе, Андрюха? Андрей, я хочу сказать Знаете, захотелось как спеть Плевать, если я заболею Я уже выиграл генетическую лотерею Это хорошо С такой внешностью у вас просто открыты двери в наш шоу-бизнес, мне кажется, куда угодно Вы, наверное, еще и актер, скорее всего, да? Скажите, пожалуйста И модель, скорее всего, да? Нет А, вот зря А, это зря, это надо тоже подрабатывать, надо везде Вы только вышли на сцену и сразу же видно, что все при вас Мне понравилось ваше выступление, я вас поддержала И надеюсь, что у вас еще будет шанс проявить себя в баттле Я вам этого желаю Спасибо огромное Так, а вот Алексей Елистратов, группа Револьверс Тоже плясал, танцевал легендарный коллектив В 92-м году я оказался в Париже, и я увидел Эйфелеву башню Сегодня я вижу вас и испытываю такой же восторг, как Эйфелевая башня И не потому, что вы 2,10 рост, а я метр семьдесят А просто потому, что вот эта ваша фактура, мы тут с Евой поспорили Я говорю, он такой фриковый, она говорит, нет Я говорю, да Но он в хорошем смысле очень фриковый Он не фриковый Киркоров бы, если был у нас сейчас на прогрессе, сказал Очень высокий Неприятно Но для меня это в хорошем смысле слово фриковость Ну что ж Добрый вечер Сергей, не стыдно вам? Я хочу сказать, лично для меня всегда есть такое понимание, как концертный артист и как конкурсный А есть концертный и конкурсный Вот сегодня вы лично для меня были крутым концертным артистом И тому подтверждение зал стоял с первых буквально секунд Да, и это очень круто, а ведь это и есть живые эмоции, да? Но для меня все-таки в этом проекте, как для эксперта, артист должен быть и концертным и конкурсным Мы ничего не поняли, что ты сказал Все поняли, я согласен Любой артист это артист Смотрите на Сергея Лазарева И что? Это конкурсный артист и концертный Спасибо Абсолютно, вот абсолютно Да, Сергей, ваши протеже все-таки на вашей стороне Спасибо, Сергей Ну слово Сергею Сергей, Сергей, я сейчас стану посередине, загадаю желанию Итак, в эфире 25 сезон, ну-ка все вместе Посмотрите, как постарел Лазарев С нами суперзвезда Сергей Павловский И молодой я Я хочу сказать, что, безусловно, это было яркое выступление, солнечное Мне единственное показалось, что вот вы поете Мне нравится, когда ты по квартире голая ходишь, обращаясь к кому-то У меня ощущение, что вам самому нравится ходить голым по квартире Вы про себя поете Нравится мне по квартире голому ходить Это даже такой анекдот, когда мужик утром просыпается, спортсмен проходит мимо зеркала И у него, о, и он так, э, свои, свои, свои Анекдот, воплощенный в песню Да, здесь вы нас больше развлекали и поднимали нам настроение Вокально было все достаточно посредственно Не хочу я в пятом сезоне, чтобы мне дополнительных препятствий ставили Мне нужно выходить, чтобы артист и сразу показывал, на что он способен Выходите, пожалуйста, подготовленные с теми песнями, где мы уже должны понимать все ваши плюсы Андрей, это просто зависть Я хочу сказать, что вы были потрясающими Вы были таким свободным, вы были таким комфортным На вас просто вся сотня смотрела, не отвлекаясь Все следили за всеми вашими движениями Вы занимаете второе место А Ольга Попкова, на минуточку, педагог По вокалу Знаете, я объясню просто Я думаю, что Оля просто думала, что ей поет про голую по квартире Оля, помните, это когда к Кораневской пришел молодой журналист? Он звонит ей в дверь, она говорит, открыто Он раскрывает дверь, заходит, она лежит голая такая и говорит Извините, ничего, что я курю? Гладись-то в нашей истории, господи Слушайте, вы меня повеселили от души Я встала только, понимая, что на вас поднимется немного народа Но я сделала подарок Она просто до этого карты разложила Я сделала подарок своей любимой младшей дочери Которая это имя и фамилию произносила миллион раз Но я не видела вас никогда Вот А что мы пропустили? Дружат, видимо, понимаете? А ты дружишь? Да Мы и дружим, и социальные сети Все при себе Мне, во-первых, очень повеселила ваша дерзость Вы были таким наглым Просто сумасшедшим Вот меня это так Просто я, знаете Ой, я в первый раз вижу Ольгу Бабкову Растерин До этого такие Такие пентифлюхи словесные По поводу вокала Но я понимала, что до него не встанут Любовь не стыдно на гряде Когда ее совсем не ждешь Саша Этот вечер Удивительно хорош За то, что я встала на твоего друга Но вы меня, правда, повеселили Ничего более я сказать не могу На какого друга вы встали? На тот, который спел А, вы дочке сказали? Конечно Я Саше сказала Я не понял, вы сказали Извините, что я встала на твоего друга И я вообще не понял Я надеюсь, это вырежут Но я и сегодня скажу Не вырежут это в анонс Оля, давно я вас не видела Такой возбужденной Да, да Ну что ж Один голос мой Браво Багиня Багиня-профессор Андрей Сморжок Занимает второе место В тройке лидеров Вокально-сексуальное шоу Ну ко всему вместе Ну понятно, что песня Понятно, что песня Но тем не менее Все равно Он красавец, конечно Мы же профессионалы Мы же можем Вот в этой песне Услышать, правда Мне понравилось, что Мне понравилось, что Аранжировка была новая Он очень фактурный Очень Он мог Я вообще не помню, как он пел Я только помню, что в середине он прыгал И вроде бы И пел нормально Пел, хорошо В тройке лидеров Еще есть свободное место Но скоро оно будет занято И вот тогда начнется По-настоящему Интересная часть Игра на вылет Ну-ка все вместе Это премьера Которую все ждали Ну слушай, ну классы же Молодые ребята Уходят Точно Почему обоих Есть перспектива Как и у нас У нас с тобой есть перспектива? У нас уже реальность Не, подожди А не перспектива Подожди, я еще живу в мечтах Будем держать кулаки И кулачки за всех Участников проекта Пусть победит сильнейший Меня зовут Софико Кардава Мне 23 года И я из города Москва Я артист Меломан Я люблю заниматься Любым жанром Вокальным То есть Пробую себя И в эстраде Пробую себя И в более академичных Каких-то вещах Ну в основном Наверное все-таки Артистка мюзикла То есть Я работаю в театре Касаемо типажа Которые у меня есть И ролей Которые мне дают Я еще пока Если честно Сама не могу понять Ну я не формат Сильно высокая Довольно крупная Да То есть У меня там Грубые черты лица Я это поняла Я это приняла Но я стараюсь Все-таки Расширить рамки Своих возможностей Тяжело Не всегда получается Даже большую часть времени Не получается Но Грущу Плачу Страдаю Кидаю все Больше не буду этим заниматься Надо уходить А потом думаю что Я говорю Мне кажется Это какая-то моя миссия Может быть это громко звучит Может быть это Грубо Я не знаю Но мне кажется Что Я и еще там Какие-то девчонки Похожие на меня В моем поколении Мы должны сделать Этот рывок Мы должны Там Кровью и потом Другим девчонкам Таким же как мы Просто пробить дорожку Вот В театры В шоу Еще куда-либо Чтобы они верили в себя Любили себя И знали что Быть не форматом Это не плохо А иногда даже Лучше чем быть форматом Я хочу Чтобы каждый зритель Каждый творец Каждый артист Верил в себя В свои силы В свои возможности Прорвемся Ух ты Красотка Здравствуйте Меня зовут Софико Кардава Мне 23 года Да Я специально смотрела На всех своих Сейчас встрепенулись грузины Софико Кардава Мне 23 года Я из города Москва Супер А по происхождению Темпераментная Какой темпераментная Софико Ну раз она грузинка У нее связки Крепенькие Поцелованные богом Так сказать Ну вообще Не боится Судя по всему Ну или маскирует Это Не Красиво Начало красивое Есть на далекой планете Город влюбленных людей Звезды над ним по-особому светит небо для них Голубей Я вся мурашка Подождите, подождите, подождите Белые стены над морем Белые покои уют Ой, как красиво Люди не ссорятся Люди не спорят Люди друг другу поют Послушай, сейчас начнется Посидим Помолчим Все само Пройдет Ой, класс Не растает Гнев И печаль Уйдет Посидим Помолчим Не нужны Слова Виноваты Мы А любовь Права Если тот город увидит Сразу обиды простит И она считает, что владеет современными штучками Словно просит меня Не обидишь Как она между головным регистром и грудным Ловко, да? Работает Путь нам навеки осветит Белого города свет Пусть говорят, что на нашей планете Этого города нет Посидим Помолчим Все само Пройдет Профессора Не усните только Отрастает Гнев И печаль Уйдет Посидим Помолчим Помолчим Не нужны Слова Виноваты Мы А любовь Права Посидим Помолчи Все само Все само Пройдет И Растает Гнев И У меня Аж слезы Уйдем Ух Ух Да, есть на земле этот город, влюбленный день. О, Боже, что происходит? Что происходит? Я не понимаю! Ты опять плачешь, опять плачешь. Я очень переживающий человек. Нельзя. Ну, наконец-то вышла исполнительница, которая включила плакальную историю на стене. Я знал, что мы плакали. Давайте посмотрим, сколько голосов набрала Софийко Гордава. Потрясающе, потрясающе. Сразу начнем Анжелика. Анжелика, что происходит? Только начало сезона, только третья исполнительница. 100 баллов и рыдание. В чем секрет успеха? Коленька, сейчас уже сначала слезы, теперь резкий переход в радость. Потому что на сцену вышла музыка. Музыка вышла на сцену. Вы понимаете, из нее льется, она ничего не делает. Вот так должно быть. Из сезона в сезон, я говорю, что ничего специально для того, чтобы стоять и плакать, здесь я не делаю. Вот она вышла, имя ей музыка. Прекрасно. Вы посмотрите, ну я прямо даже не знаю, кому идти, что происходит. Все стоят. Здравствуйте, вы кто? Я? Александр, очень приятно. Александр. Здравствуйте. Пенкин. Точно. Вот, вот это меня и удивило. Да. Александр Пенкин, автор моей песни «В самое сердце», на минуточку. А, вы с того проекта. Я именно с того проекта. И победитель... То есть мы попали благодаря Блату. И победитель проекта телеканала «Россия», который назывался «Хит». Именно там была написана эта песня «В самое сердце». И с тех пор это одна из тех песен, по которой меня узнают и знают. Александр, это огромный хит. Вы просто Лазареву подарили вторую жизнь благодаря этой песне. Саша, ну как вам? Я знаком с оригиналом этой песни. Вот. И в своей голове я представлял один образ. И тут юная девушка, 23 года, так трогательно, так проникновенно и точно так же кристально по всем ноткам. Это превосходно! Цитирую песню. Это было в самое сердце. Это было в самое сердце. Да. Браво, Саша, спасибо огромное. Андрей, сегодня ты такой, ну такой яркий. Ты прямо как, как говорится, ты Фукси. Созрел где-то? Созрел. А мальчик-то созрел? Наконец-то созрел, да. То, что сегодня произошло на сцене для меня, да, это большая редкость. Я это ищу. Я всегда хочу это услышать. И очень важное в вашем выступлении было то, что вы, несмотря на то, что создали вроде как бы такое эмоциональное, сценическое спокойствие, но оно просто восполнялось невероятным эмоциональным рядом, который шел из вас изнутри, понимаете? Плюс то, что таким тембром, таким голосом, которым вас наделил Всевышний, это просто невероятная мечта. И я вам так завидую, потому что вы в таком молодом возрасте идете дальше, и вы станете невероятной певицей и артисткой. И я хочу еще сказать, что, дорогая моя девочка, ты еще не представляешь, сколько в тебе здесь кроется потайных, невероятных, пока тебе неизведанных твоих возможностей. Дерзай, я тебя люблю, люблю. Андрюш, ты просто потрясаешь, ты говоришь, я все время тебя слушаю, как будто вот Родзинский что-то рассказывает. Вот это, знаешь... О, она была замечательная певица. Она, она ворвалась в будуар императрицу, и тут произошло такое, что, конечно, у тебя большое большее. Ну неужели это так? Ни о чем не думай. Я открою все твои замочки. Я подберу все ключики. Ну что ж, а на первой секунде, дорогие друзья, вы представляете, Ольга, кто подскочил на первой секунде? Нет. Триумфатор сегодняшнего начала, юбилейного сезона, наш композитор Олег Владик, который подарил песню Сергею Павловскому. Подарил или продал? Подарил, он же выиграл ее. А, он выиграл, да. Он тебе продает, а людям дарит. Прямо когда прошла световая волна, он подскочил. Я не слышу, что ты сказал. Говоришь, что ты нехорошо. Какая-то мелочь изо рта посыпалась. Добрый вечер, дорогие друзья. Я несколько сезонов ждал этой песни на нашем проекте. И я, ну, услышал ее относительно недавно, и был потрясен, как она прошла мимо меня, и как она меня пригвоздила просто своим масштабом, своей огромной вселенной, которая в голосе и Анны Герман звучала, и Валентины Толкуновой. И я считаю, что главное качество, которым нужно обладать, чтобы исполнить эту песню, быть ее исполнителем, это доброта. Невозможно быть злым человеком, чтобы исполнить эту песню. Поэтому я убежден, что Софико этим качеством обладает, потому что это доброта и свет, превращенные в звук. И понимаете, в какое важное время эта песня зазвучала на нашем проекте, что люди не ссорятся, люди не спорят, люди друг к другу поют. Очень хотелось бы, чтобы так было. Браво! Вот обожаю я твое вот это творчество, которое, как говорит Андрей Солод, где-то скрыто глубоко, но нашло выход в нашем пятом сезоне. Слово Сергея Лазареву. Софико, ну это триумф. Это триумф, безусловно. Столько воздуха в голосе, столько нежности, трогательности. Я расплакался просто потому, что ты, с одной стороны, с уважением к песне отнеслась, а с другой стороны, ты ее себе присвоила, ты по-своему ее как-то спела. И самое главное, что ты понимала, о чем ты поешь. Этот взгляд, каждая нота, каждое слово. Удивительно просто. И я счастлив, что ты открыла страницу соток в нашем пятом юбилейном сезоне. Поздравляю! Браво! Ну что я могу сказать, что город влюбленных людей превратил жюри в стену влюбленных экспертов. Софико набирает 100 баллов и занимает первое место в тройке лидеров! Ура! Аллилуйя! Просто не могу до сих пор успокоиться. Вот это сюрприз. У меня вообще, знаешь, было полное ощущение, что она мне под кожу своим голосом проникла. И вообще просто по венам потекло вот это вот тепло, красота. Знаешь, как кружева как будто какие-то выплетала голосом своим. Вот она магия, Сереж, вот она магия артиста получается. Звук такой вот прям теплый. Теплый, да. Все-таки кажется, что Софико уже никто не перебьет. Есть такое ощущение. Нет, нет, нет. Нет? Да, она очень сильная, но будет еще мощнее конкурсант. Поверьте мне на слово. Меня зовут Армен Григорян, мне 32 года. Родом я из города Пятигорска. Сейчас проживаю в Москве. В данный момент я являюсь солистом арт-группы Хор Турецкого. В четвертом сезоне и в суперсезоне я был экспертом на проекте «Ну-ка все вместе». Теперь решил попробовать себя в качестве участника. С первых эфиров мне очень понравилась атмосфера на проекте. Весело, интересно. И знаете, вот это свойство, наверное, моего характера. Я действительно сопереживал много участникам, потому что я прекрасно понимаю, что выступать на телевизионном конкурсе – это очень непростая задача. Это надо справляться со стрессом, с нервами, но очень много факторов, которые должен артист преодолеть. И то, что меня заставило прийти в качестве участника – это скорее мои амбиции, и мое желание оказаться вновь в конкурентной среде. Несмотря на то, что я уже являюсь состоявшимся артистом, я работаю в известной российской группе, и, в принципе, можно было ничего не делать. Но вот у меня есть такое желание развиваться. Хочется показать себя, побыть среди сильных певцов. Ну, конечно, у меня есть заготовленные приемы. Я все их рассказывать сейчас не буду, но когда окажусь сейчас на сцене, то постараюсь все это показать. Ну, что я могу сказать, дорогие друзья? Появился четвертый час, и который может все изменить. Меня зовут Армен Григорян, мне 32 года, и я из города Москва. Очень рад, что сегодня есть возможность выступить перед вами и перед зрителями в этом зале. Это же хор турецкого! Это же хор турецкого, вас же! Вот сидели они, вон там, сбоку он сидел. Только он был черный. Это не ваш человечек? Не ваш? Похож на вашего? Похож. Похож, скажи, на вашего? Я говорю, это он и есть. Мы красивые, очень харизматичные. О, да, мы оживились. Улыбка, все есть на месте. А-а-а, гласная песня! Неаполитанская песня «Говори мне о любви, Мария». Да что, переводи мне, пожалуйста. Очень круто! Красиво! Прекрасная улыбка, восторжение глазам. Такой низ хороший. Да. Да. Ой, не могу. «Говори мне о любви, Мария». «Глёвки, ты, ты». Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Наша стена, здесь стоит Армен, и я хочу сказать, знаете, вот когда вы пели, на итальянском языке при этом, при всем, видите, сколько совпало позиций, я хочу сказать, чтобы это было самое мирное противостояние. Благодарю, спасибо. Стоим мы и стоите вы. Да, и все восхищены. Где-то уже Михаил Турецкий переживает, что коллектив рассыпается. Бросайте этот коллектив, начинайте творческую свою карьеру. Вы что, вы такой алмаз? Ну что ж, давайте передадим микрофон сейчас вот этой патоке на четвертом ряду, они же будут хвалить своих. Да, Константин. Так, во-первых, вы были в курсе? Конечно, они были в курсе. Нет, просто сейчас начнется, что своих протаскиваете. Не были в курсе. Нет, они сейчас скажут, а что, так можно было? А что, так можно было? Нет, в курсе не были. А Армен, ну, удивил, да. Нет, ну... Нет, ну было бы смешно, если бы вы не встали. Это было прикольно. В случае победы, как потрачить 5 миллионов? Отдаст турецкому низконтракт. Армен, ну, молодец и... Нет, удивил. Реально, мы не знали. Они не знали, что ты такой талантливый. Держал до последней. Нет, мы знали, потому что невозможно быть у нас неталантливым. Спасибо, дорогой. Ну, кто еще скажет, дай всем своим ребятам. Дай все, ребята, скажите все. Так вот, зачем ты у меня вчера спрашивал, как звучит с носом заложенным. Помнишь, сколько я на гастролях напевал эту песню? Да, 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 да. Он сказал, что поет эту песню для себя в номере. Всегда. Арменчик, дружище. Ты, во-первых, показал себя, это правда. И ты нас прям возвысил, я бы сказал. Мне очень приятно, если у меня получилось это сделать. Армен, Армен, Коль, а давай спросим тех, кто не встал. Конечно, я сейчас прошу. Давайте передадим микрофон Саше Даль. Сашенька, вы в красном квадрате. Спасибо, да, я здесь. Армен, мне очень понравилось ваше выступление. То есть это настолько стабильно и настолько широко. Я сейчас объясню. Я сейчас объясню. Для меня очень важно, вот именно на этой сцене, когда я смотрю подобные конкурсы, это же конкурс все-таки, да? Вот этот вот эффект новизны, вот этот вот трепет, волнение, он просто необходим. Звучите, как пластинка. Так почему это минус-то, Саш? Это не минус, у меня не было ни мурашек, ни удивлений, ничего. Когда приходит на конкурс человек и поет как пластинка, почему это оценивается как минус человеку? Мне не хватило трепета. То есть Шель должен был после покряхтеть, чуть-чуть откашлиться, чтобы все поняли, что он... Значит, не скандал. Что вы меня отвлекаете? Я не очень понимаю, почему человеку претензию ставят то, что он хорошо поет. Это не претензия. Классный человек спел, вы классно пели. Сереж, мне не хватило трепета, мне не хватило волшебства, понимаешь? Когда Софико пела, у меня мурашка. Саш, ты же супер профессиональный музыкант. Правильно, у каждого разное, у меня оно такое. У меня просто Софико только открыло рот, у меня мурашки побежали. Я полностью окунулась в эту песню. Здесь для меня не было волшебства. Но извините. Профессионализм, да. Очень четкий голос. Получается, совсем субъективно. Я понимаю, что это вообще, в принципе, все субъективно. Пусть. Но... Это мой всего лишь один голос. 95 голосов. Ребята, все прекрасно. Ты понимаешь? Давайте, друзья. Потому что, может, еще... Это только четвертый участник. Еще четверо выходит, поют. Один поет на 99, второй поет на 98, и все, мы теряем. Наконец-то я на базар попал. Давно не был на базаре. Наконец-то. Нет, это просто очень субъективно. Волшебство. Ну, а вот рядом с тобой стоит Торники Квитатиани. Дай ему, пожалуйста, микрофон. У него и фамилия, отчасти итальянская, с грузинским акцентом. Мы все знаем, вся страна знает, и не только страна, кто такие хор турецкого. Но человек вышел сольно и сделал это очень филигранно. И я соглашусь, Саша, и как пластинка, но сделать как пластинка на сцене... ...в живьем, это сделать очень тяжело. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Но, Сергей Лазарев, давай. Мне понравилось, что ваш голос звучит везде очень плотно. И на низах, и вверху. То есть тембр такой плотный. То есть нет нигде провала. Я все понимал, все слышал. Все сделано здорово, заслуженно. Мне чуть-чуть, вполне возможно, не хватило какого-то развития. И было немножко монотонно. Но для отборочного этапа, для отборочного этапа, это более чем достаточно. Для меня это точно полуфинал. Ну, для меня. Ну, в любом случае, в любом случае, я предвижу, что это может быть батл. Посмотрим. 95 голосов. Да. Это очень потрясающий результат. Армен, мы тебя поздравляем. Браво. Спасибо всем. Спасибо за праздновенный голос, за твою душу, за эту песню. Андрей, спасибо тебе огромное за твой позитив, за твою невероятную улыбку, харизму, за твою юность. Ой, спасибо огромное. Я очень рад, что я поучаствовал, попробовал. Для меня это вообще первый такой опыт. И я, безусловно, рад и благодарен вам за советы. Поэтому жду вас всех, 100 человек, на своем сольном концерте. Потому что я, как выяснилось, концертный артист. Браво. Спасибо. Армен, занимайте второе место в тройке лидеров. Это тот случай, когда я не понимала, что он поет. Вообще, мне было все равно. Это он пел тебе комплименты про твои голубые глаза. Потрясающе. Ну, точно. Улыбку. Заметьте, он все время в эту сторону. Малинечка все переводила. А он в эту сторону, понимаешь, вот так все время делал. Малин, с моим зрением, конечно, я могу тебе сказать, что он смотрел на тебя, но он смотрел чуть правее. Четверо вокалистов выступили, и за кулисами стало чуть волнительнее. Теперь участники точно знают, как много экспертов им нужно поднять, чтобы попасть в тройку. Пожелаем успехов следующему исполнителю. Ну-ка, все вместе вы смотрите премьеру пятого сезона. Как же жарко у нас. Когда конкурс и участник выходят на сцену, ты ждешь от него какой-то погрешности, хотя бы минимальной. Вот есть внутренний, да, что хотя бы... Ты серьезнее, Ева? Нет, чуть-чуть. Ну, ты ждешь? Нет, не ждешь, ты готов к этому. А здесь выходит артист, и просто все безупречно. Я сначала такая думаю, сначала думаю, правда, правда, а потом профессионализм не пропьешь, понимаешь? Хочу мурашки. А с Сафико были мурашки? А с Сафико были мурашки. В конце, когда еще вот понимаешь, что сотня встала, и она вот эти допоминает фальцетом свои ноты. Здравствуйте, меня зовут Валерия Киса, мне 22 года, я из города Старая Скол. Я занимаюсь развитием своего музыкального проекта, группа Лея. Мы играем нежный фолк-рок. Это популярная музыка, немного более утяжеленная, поэтому рок. И я сама там играю на флете, и мы используем некоторые народные мотивы, поэтому можно сказать, что это фолк-рок. А еще я занимаюсь проведением организации оперно-симфонических лабораторий. Это такое мероприятие, такая лаборатория, где собираются молодые музыканты, вокалисты-инструменталисты, и за месяц делают две оперы. А еще целых полгода я жила в Китае, и там занималась китайскими детьми, обучала их музыкальному развитию и занималась оперным проектом. Я думаю, что музыка облагораживает сердца людей и их умы. И находясь в музыке, занимаясь разными проектами из разных жанров, я сама становлюсь лучше и делаю мир лучше вокруг себя. Вот она, вот она, вся розовенькая. Ой, какая красотка! Здравствуйте, меня зовут Валерия Киса, мне 22 года. Нежная девочка, какие глаза! Чувства, которые мне подарила эта песня, легкости и вдохновения, я хочу разделить с вами. Это будет русская песня. Очень приятная. Это будет русская песня? Ой, ну мне кажется, она еле справляется с волнением. Ой, моя золотая, мне хочется тебя поддержать. Успокойся и выдыхай. Небо в глазах, море внутри. Без тебя мне нигде не найти. Небо в глазах, море внутри. Так сложно начинать с фальцета. Наверное, навсегда ты сохрани. Мы где-то, как две далекие кометы, летим со скоростью света, пытаемся не сгореть. И снова мы делаем круг, который вокруг зажигает звезды, нам стоит лишь захотеть. В этот миг время замрет. В этот миг время замрет, две души стали одной. Ты не бойся, ты просто следуй за мной. У нее небо в глазах, море внутри. Без тебя мне нигде не найти. Небо в глазах, море внутри. Навсегда ты сохрани. Небо в глазах, море внутри. Искры, и ты уже в зоне риска, но тянешься ко мне. Так быстро становишься моим смыслом. Мечтами о чем-то чистом, ты светишь мне в темноте. Пусть опять время замрет, мы найдем дорогу домой. Ты не бойся, ты просто следуй за мной. Небо в глазах, море внутри. Без тебя мне нигде не найти. Небо в глазах, море внутри. Навсегда ты сохрани. Небо в глазах, море внутри. Без тебя мне нигде не найти. Небо в глазах, море внутри. Навсегда ты сохрани. Небо в глазах, море внутри. Ну что ж, я нахожусь на самой вершине. В вершине нашей великой сотни. Я здесь на шестом этаже. А вот в красном квадрате снежная королева так и не проснулась. Здравствуйте, Леночка. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья телезрителей. Я как знойная ямало-ненецкая автономная женщина проснулась. Но хочу вам сказать о том, что все хорошо, милая, красивая. Обожаю автономных женщин. Абсолютно автономные. Мне показалось все-таки, что очень острые верхние регистры, вот такие прям звенящие. И планка, планка нашего сегодняшнего открытия финала слишком высока. И если сравнивать, допустим, с участниками, которые уже исполнили, конечно, чуть-чуть не дотянуло. Но такая молодая, красивая, перспективная, все впереди. Боже мой, где мои 23 года, Николай? Мне так неудобно я сижу, а вы стоите. Ничего страшного, зато ваша корона говорит сама за себя. Иду дальше. Лялечка, Ляля, боже мой, что за цветочек у тебя на груди, Лялечка? Красивый, розочка. Красивый, дай я тебе поцелую. Моя розочка. Привет, Колька. Привет. Валерия, вы прекрасна. О! Спасибо. Замечательно спела. Красивая, молодая, безумно красивый наряд. Немножко сначала растерялась, а потом собралась, так сказать, в кучу и дала. Вы мне очень понравились, дай бог здоровья и долгих лет жизни. И чтобы сюда еще много раз приходили. И не с такими 64, а чтобы соточки были у вас. Ну, обязательно сбудется. Здравствуйте, моя дорогая. Олечка, ну что же говорит звездный астролог? Вы сегодня сияете вообще ярче любой звезды. Как вот все-таки расположились звезды сегодня для Валерии? Спасибо. Дорогая Валерия, Я думаю, что те люди, которые не встали, на них повлияла ретроградная Венера. Что это значит? Друзья, ну давайте пару недель ближайших не влюбляйтесь, потому что эта влюбленность будет не слишком серьезной. Все, девчонки, я вас не целую. Я думаю, что, возможно, члены жюри, которые не встали сегодня на ваше прекрасное исполнение, на ваш чудесный проникновенный голос, просто побоялись влюбляться, потому что это ненадолго. Мне правда очень понравилось. Я желаю вам быть поувереннее, посмелее, потому что вы красивая, яркая и талантливая. Успехов вам и всего самого лучшего. Спасибо. Спасибо. А вот мне интересно, римские семья, что происходит? Разделились. Разделились. Он сидит, она стоит. Мне действительно немножко чего-то не хватило. Знаете, я все время порывался нажать кнопку, но меня смутило, что в исполнении очень много похожих ходов. И вот этот головной регистр, знаете, всегда такой головной звук, его было очень много. И для меня это какая-то, знаете, была имитация того, как исполняет Полина Гагарина условно. Вот мне, пожалуй, да, вот не хватило мяса здесь. Ну, это мое субъективное мнение. Я желаю вам успеха. Вы прекрасно выглядите. Я уверен, что это только начало большого творческого пути. Вам удачи. А что Наташа скажет? Я для себя приняла решение, что я встану, потому что у вас прекрасный голос. Но мне, знаете, что показалось? Что как будто бы вы поете не в своем жанре. И как будто бы эта песня, ну, просто не выдала нам то, на что вы, возможно, способны. Это тоже мое мнение. Я встала вас поддержать, потому что у вас прекрасный действительно голос. И вам удачи. Спасибо. Каждая неудача делает вас только сильной. А передайте, пожалуйста, микрофон Никите Никитину. Давайте обсудим вообще с ведущим нового радио, что нужно молодому артисту, чтобы попасть в ротацию и дотянуться до народной любви. Новое радио – это наш информационный партнер, который подарит победителю проекта запись песни и ее ротацию в эфире нового радио. Где звучат только супер-хиты и супер-новинки. Ну, во-первых, для того, чтобы попасть в ротацию на новое радио, нужно хорошо петь. У вас есть прекрасный голос. Но в данном случае, к сожалению, вот как уже сказали коллеги, которые сидят в красном квадрате, я с ними абсолютно солидарен, что меня это просто не тронуло. Я желаю вам удачи. У вас увидело сегодня очень много людей. И я думаю, что ваш зритель останется с вами и будет вас поддерживать. Но, к сожалению, сегодня мой голос не с вами. Ну что ж, Валерия, в любом случае, вы посмотрите. 64 голоса. И Сергей Лазарев стоит, вы понимаете. Да, Валерия, меня как раз ваша скромность и подкупила. Вот как-то перевесил на чашу весов. Конечно, много замечаний и много комментариев. Сами будете пересматривать и еще раз послушайте в повторе, что говорили коллеги. И поймете, что мы имели в виду. Каждый здесь желает вам только добра. И всего самого лучшего мы хотим, чтобы вы совершенствовались. Мне тоже не хватило глубины голоса в определенных нотах. Это не было плохо. Это было просто чуть-чуть не дотянули до той планки, к которой мы привыкли все, слушая эту песню в исполнении известной артистики Полины Гагариной. Ну а так, я надеюсь, что все это для вас всего лишь опыт для того, чтобы сделать шаг вперед и навстречу настоящему успеху. Спасибо. Спасибо, Сергей, за такие слова. А вообще, я вот жалею, что я не поднимался на шестой ряд. Да, очень ярко. Фолкгруппа Мережа. Что там я все время вот хожу туда, в пенсионное? О, все, девочки. Какие роскошные, какие кокошники, какие вообще просто бусы, какие вышивки, а какие улыбки, господи, девчонки, ну просто не могу передать. Ты на второй этаж теперь не ходок, Коль, все. Девчонки, я на самом деле, как вы переживали за Валерию, ну скажите ей прямо вот. Мы очень хотим сказать тебе, Валерия, насколько ты искренняя, насколько ты сияющая девушка, в тебе есть все абсолютно. Природа тебя наградила по максимуму. Ищи себя, где ты будешь вот просто сиять, чувствовать себя настоящей звездой. И при этом останешься той самой чистой, искренней, женственной Валерией. Спасибо. Ой, ну вообще наговорили. Дайте я вас расцелую. Спасибо. Ой, ну какие просто... Иди ко мне домой. Ого! У меня потом так не надуются. А это все кокошники в деле, девчонки. А вы-то свои поснимали, все. Я человек свободный и имею право на все. Ну что, молодость победила. Опыт бесценен. Опыт бесценен, молодец. Дома поговорим. Дома поговорим. Ну что ж, небо в глазах помешало Валерии рассмотреть дорогу в тройку лидеров. Увы, мы прощаемся с ней. Но громкими и бурными аплодисментами. Спасибо вам. Спасибо. А, черт, черт у Баскова. Как думаете, кто-нибудь разобьет этот... Грузинку и армянина? Я думаю, да. Вот кто-то посередине. Кто будет? Ребят, я думаю, да. Потому что очень уж сильные сегодня конкурсанты. Самое тяжелое. Вот так вот сесть и сидеть всю программу, а потом выйти на батл. Выйти на батл. Да, я каждый раз думаю. Это всех прослушал. У тебя уже голос сел, ты со всеми поешь. Это ужасно. Я танцевать хочу. Я танцевать хочу. О-о-о. Ну а что? Вот хочется, понимаешь, движения какого-то. В школе ходишь, танцевать, танцуй. Здравствуйте. Меня зовут Кирилл Еропов. Мне 17 лет. Я из города Владимира. В 11 лет мне довелось пройти кастинг Государственный академический большой театр России приглашенным солистом хора. И в эти же три года мне довелось поработать с великим коллективом, с хором Срединского монастыря. Сейчас я сотрудничаю с Владимирской областной филармонией в качестве приглашенного солиста Владимирского русского оркестра. Выступал в таких площадках, как Московский международный дом музыки, на Красной площади, в Кремле, в Геликон-опере. Проект «Ну-ка, все вместе» меня всегда очень интересовал и дает мне такую возможность не выпадать из своего любимого дела. Надеюсь, волнение не помешает мне достойно выступить на этой сцене. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Кирилл Еропов. Мне 17 лет, я из города Владимира. Ёлки-палки! Для меня большая честь выступать на этой сцене перед такими профессионалами и дарить им хорошее настроение. Спасибо, сынок! Спасибо! Вот сказал, так сказал. Уже можно поставить 100 баллов. Внешность какая-то такая русская. Такая, ну так, как Курносый. Владимир, да, что такое? Курносый. Опа! Больше? Неожиданно! Мы, друзья, перелетные птицы. Только бы наш одним нехорош. На земле не успели жениться, а на небе жены и не найдешь. Они все хорошие! Потому что мы пилоты. Небо наш, небо наш, родимый тот. Первым делом, первым делом самолеты. Но о девушке, о девушке потом. Первым делом, первым делом самолеты. Но о девушке, о девушке потом. Нежный образ в мечтах ты, голубишь, хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетать. Потому, потому что мы пилоты. Небо наш, небо наш, родимый тот. Первым делом, первым делом самолеты. Но о девушке, о девушке потом. Первым делом, первым делом самолеты. Но о девушке, о девушке потом. Чтоб с тоскою в пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд. Мы решили, друзья, не влюбляться, даже самых красивых девчат. Потому, потому что мы пилоты. Небо наш, небо наш, родимый тот. Первым делом, первым делом самолеты. Но о девушке, о девушке потом. Первым делом, первым делом самолеты. Но о девушке, о девушке потом. Первым делом, первым делом самолеты. Но о девушке, о девушке потом. Вот она, народная любовь-то. Ну что ж, давайте посмотрим, сколько голосов набрал Кирилл Еропов. Антон. Коля! Ну что ты такой спокойный? Давай, давай. Ты же заводной такой, наш родной. Ой, давай, понеслась, понеслась, к разговору. К разговору. Держи микрофон. Спасибо. Антон. Всем привет, друзья. Посмотрите, сколько в Антоне энергии. Ты спишь в барокамере или где? Ну нет. Или в морозильной камере? Что ты употребляешь, что ты такой счастливый? Просто никак не выйду из детства, все просто. 7-6 баллов, это нормальный результат? Вообще это достойные же цифры, да? Это больше половины, это чуть-чуть недобор для того, чтобы остаться. И молодой совершенно человек пришел на такую большую сцену, выступил с такой хорошей, доброй песней. Спасибо тебе, дружище. Вот такой ты, вот такой. Спасибо большое. Спасибо. А что скажет Ольга Попкова? Олечка, вы сегодня на всех молодых прямо подскакиваете. Слушайте, ну барни потрясающие данные. Конечно, он не все сделал. Он так переберег все и наверху так очень аккуратно спел. Я все ждала, когда вы там наверху выдадите на все сто. Но вы так очень аккуратненько все завуалировали. Конечно, я так думаю, что это не совсем ваш репертуар, и вы поете совершенно в другом. Нет, из этого именно. Ты академический. Вообще у меня никакой школы нет, абсолютно. Это слышно. Самоучка, да, это слышно. Это все ясно и понятно. У вас есть данные. Коля Баскова, можешь спеть? Натуральный блондин, на всю страну такой один. И молодой, и заводной, и ведущий пятого сезона. Вот видишь, ты молодой заводной, а я почему должна сидеть тут? Молодой я переборщил? Переборщил, да. Ах, вы две ведьмы. Я юный. Давай, дойдите сюда. Так, я к вам не приду, Олечка. Очень хочется поддержать его хорошим словом и сказать, что у него хорошие данные. Хорошие данные, вообще великолепные. А какая улыбка вообще. Я сейчас пойду к человеку, который, слава богу, тут никого нету. Останьтесь, Коля. Устройте мы темную девочку. Вот я тебе хочу сейчас пример привести. Я так и думал. Я знал, что так и будет. Ты знаешь этого человека? Знаю, да. Откуда вы знакомы? Я передачу смотрел. А, передача? Да. Так ты вырос на нашей программе. Друзья, давайте поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ Ему было 12 лет, когда нас он увидел. Максим. Ну, во-первых, я всех приветствую. Слушай, ну, красавчик. В 17 лет, кстати, я, по-моему, только-только начал заниматься вокалом. Молодец. Данные потрясающие. Спасибо большое. Так держать? Спасибо. Да. Вот хочется спросить Сергея Павловского. Сергей, ну что же вы сидите? 17-летний юноша, вышел. Чего вы такой злой сегодня? Вы знаете, по поводу того, что вы сказали, что вы самоучка. Знаете, мне очень много в жизни раз говорили, что Фредди Меркури, да, был человеком, который смешивал несмешиваемые жанры. И это очень круто. И сегодня очень многие так пытаются делать. Но надо помнить всегда, что да, образование, оно является основой вкуса. А уже потом есть разные смешивания жанров. И поэтому в вашем случае я хочу вам просто от души, от себя, как преподаватель в том числе, посоветовать. Занимайтесь, потому что в вас сейчас этого вкуса мало. А после вы будете делать шаги, которые будут приносить вам мощные плоды и классные выступления. Удачи вам. Спасибо большое. И Терри, ты стоишь. Кирилл, вот есть такой момент, который преследует нас критерий. С первого сезона. Мурашка. Я чувствую, по спине бежит, думаю, так, надо хватать. Мальчик-то хороший. Экстрадинарного ничего нет, но я стала поддержать, потому что мне показалось, что вот эти мурашки я испытала. Мне захотелось тебе подпеть. Собственно, это шоу на этом основано. Ну-ка все вместе. Мне захотелось спеть с тобой. Спасибо большое. Спасибо. Кирилл, ну а сейчас лидер сотни скажет тебе свои прекрасные слова в красном квадрате. Ну что вы, Сергей? Ну, ребят, вы меня извините, но мне кажется, что это было очень посредственное любительское пение. Просто очень красивым природным тембром, таким вот богатым тембром, но абсолютно неограненный такой у нас алмаз, потому что видно, что человек там не занимается, что это самоучка, что это любительское выступление. Просто, на мой взгляд, сработала песня и то, что ее выбрал такой молодой исполнитель. Данные есть, но это так, просто ты на природе выехал. И на том, что классная, ну, как бы известная песня. А так, мне кажется, это переоцененное выступление. Кирилл, что это я хочу сказать? Вот все, чтобы они не говорили, запомни. В твоих руках самый главный козырь. Это твоя молодость. Это твоя улыбка. Это твой голос, который обязательно разовьется. Просто работай, трудись, и ты еще скажешь свое слово и на эстраде, и в кино. И я уверен, что в тебе есть какая-то харизма, которая обязательно найдет путь к своему месту под солнцем в любом творческом проявлении. Человек добрый, что ты похож на меня. Хороший, хороший, добрый. Спасибо большое. Очень хорошая энергетика от тебя идет. Это правда. Ты расположил всех к себе, вот всю сотню расположил. Даже те, кто не встали, все равно с тобой вместе улыбаются и тебе аплодируют. Спасибо большое. Кириллу чуть-чуть не хватило опыта для попадания в тройку лидеров. Увы, мы прощаемся с ним, но я вижу, что он все равно уходит счастливый и радостный, потому что все-таки удалось выйти на эту сцену и покорить 76 экспертов. Браво. Кирилл, мы прощаемся с тобой. Удачи. Спасибо. Вот эта песня, она же очень простая, но она не для конкурса. Первым делом, она прекрасная. Фильм «Небесный тихоход», хороший композитор Соловьев-Седой. Все здесь сошлось. Но она не для конкурса просто. Воль, кто нам его сюда подсадил? Это концерт, концов. Это происки. Такого полиглота. Чувствуешь, он хочет нас подсидеть. В нашем шоу не важен ни возраст участников, ни даже опыт. На эту сцену может выйти любой исполнитель. Если он впечатлит сотню, то получит шанс выиграть большой денежный приз. Юбилейного сезона. 5 миллионов рублей. Мы продолжаем премьеру. Твоякое чувство. И не хочется, чтобы Амина уходила, но и хочется что-то блистательного. Сто процентов. Всем привет. Меня зовут Валита Волошина. Мне 23 года. Я из Ростова-на-Дону. Я пою в абсолютно разных жанрах, так как я работала в ресторане. И для меня нет никаких преград в пене. Я пою как джаз, как рок, как поп, так и шансон. Все вместе. В 4 года мама меня отправила в коллектив детский музыкальный. Мне сказали, что у меня нет ни голоса, ни слуха. Вот так я и начала петь. Я очень долгое время была абсолютно неуверена в себе. Я абсолютно не любила себя. Не принимала себя. И максимально отвергала все, что есть во мне хорошее. И принимала только все плохое. А сейчас я выросла. Я выросла, и все-таки с возрастом я понимаю свою ценность. Я в первую очередь хороший человек. А дальше прекрасный артист. И ничего, такая девчонка красивая. Я достаточно много пережила за небольшое количество времени, за 23 года. Но я любую песню, в принципе, могу прожить. И я ее проживаю. Поэтому как и веселые, так и грустные песни. Но, наверное, все-таки я больше о чем-то таком душевном, страдальческо-истерическом, я бы так сказала. Что-то такое... Мне драма нужна, вот таки. Драма queen. Я. Я хочу выйти на сцену, и чтобы вся сотня прочувствовала песню, которую я пою, так же, как я ее чувствую. Я хочу, чтобы они прониклись мной, моей историей, даже не зная ее. И чтобы у них прошли мурашки по коже. Ух ты! Ой, красота какая. У нас сегодня прям красотки одни. А у нас все красивые. Здравствуйте. Меня зовут Лолита Волошина. Мне 23 года. Я безумно счастлива быть здесь, на этой сцене. И я искренне верю, что вы прочувствуете песню, которую я спою, так же, как чувствую ее я. А я, в свою очередь, смогу прикоснуться к вашим сердцам. Спасибо. Так мило. Наши сердца неприкосновенные. Красиво очень. Нам нужен голос, а не красота. Собирается, собирается. В образ входит скорее. Да, да, да. Главное, главное не переиграть, знаешь. Да, да, да. Хочется человеческую душу. Какую-то живую. Я бы не брал имя Лолита. Это очень тяжело с ней работать. Это же ее имя. Менять надо. О, класс. Хорошо поет. Нельзя, нельзя. Нельзя, нельзя вспоминать, как рука в руке лежала. Нельзя. Мне теперь мира мало, хоть мир во мне. Я хочу, чтобы это был сон, но, по-моему, я не сплю. Он чуть-чуть переигрывает. Я болею тобой, я дышу тобой, жаль, но я тебя люблю. Я болею тобой, я дышу тобой, жаль, но я тебя люблю. Обманув саму себя, попала в плен. Мне всю ночь играл рояль. Шофер, 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 поцелуй на моих губах. Горит огнем. Я болею тобой, я дышу тобой, мне жаль, да я тебя люблю. Я болею тобой, я дышу тобой, мне жаль. Затянись рукой твоя, нельзя, нельзя, не смотри мне так в глаза. Нельзя, нельзя, поцелуй на моих губах. Горит огнем. Мы вся музыка сейчас ему, о нем. Я хочу, чтобы это был сон, но, по-моему, я не сплю. Я болею тобой, я дышу тобой, жаль, но я тебя люблю. Я болею тобой, я дышу тобой, мне жаль, но я тебя люблю. Здравствуйте, Лолита. Здравствуйте. Ну, давайте посмотрим, сколько баллов вам удалось набрать песни Елены Ваенге, Шопен. К сожалению, всего 63 балла. Вы знаете, вы настолько неординарны. Спасибо. У вас такой богатейший голос. Не расстраивайтесь, вас просто нужно в хорошие руки. А, ты намекаешь на свои, что ли? Нет, я намекаю на профессорские. Вот я подошел, Яна Блиндер, вот посмотрите, участница первого сезона и суперсезона, Яна Блиндер. Давайте поаплодируем. Лолита, ты прекрасно поешь. У тебя очень хороший вкус. Есть вкусные акценты, которые ты сейчас исполнила, которые мне очень понравились. Мне очень понравился твой лук, как ты выглядишь. Я почувствовала твой огонь, твою вот эту вот природную красоту. Вначале было действительно очень красиво, а потом куда-то поспешила, и я не смогла встать. Хотя я очень хотела, меня так, я была в таком диком страшном смятении, я правда не понимала. Оно до сих пор держится. Да, очень сильно. Я просто переживаю, потому что понимаю, что каждый голос очень важен. Да, и я хотела быть объективной к себе. Я не встала, но все равно мне очень понравилась твоя уникальность. Но я вот не смогла, но это было красиво, это было хорошо. Это было хорошо, это было красиво, а ты не встала. Все, больше к тебе не подойду. Спасибо тебе. А надо мной группа Сорти. Девчонки, какие вы все аппетитно-ранжевые. Мы сегодня, мы солнышко. Мы тоже сегодня. Наш Колька Бабник. Пчелки. Лолита. Да. Ты что плачешь? От счастья. Зайка, ты что? Цену вышло большую. Я тебе скажу так. Примерные слезы. Каждый человек, каждый артист, он хочет, чтобы его выступление, оно было на максимум, на 100 баллов. Но, к сожалению, ну не всегда такое случается, это нормально. Поэтому, вот если у тебя что-то не получилось, забудь, перешагни, иди дальше. У тебя столько всего впереди. Ты невероятная. Ты умница. В мое сердечко ты попала. И от нашей группы мы посылаем тебе наши сочные, яркие поцелуи. Спасибо, девчонки. Славила, спасибо большое. Так. Эльдар. Я обожаю творчество Елены Ваенге. В силу тех иных обстоятельств я не могу включать ее треки на своих сетах. Но всегда люблю послушать ее песни. Вы исполнили ее великолепно. Для меня сложилось все. Песня, образ. Вы вообще суперкрасивая девушка. У вас потрясающий модный стильный лук. Я считаю, что у вас все вообще впереди и все получится. Спасибо вам большое. Благодарю. У тебя тоже космический модный лук. Как говорится, оказался рядом с прекрасной Ириной Олиферой, и твой бутон расцвел на нашей программе. Прекрасный, Эльдар. Спасибо огромное. Иду дальше. Ирочка. Да, Коленька. Опылила вообще Эльдара Хакимова. Но ты сегодня просто... Это что? Ты в пальто или ты в платье? Я в страусе, Куль. Ты в страусе? Дива в страусе. Вот так и называется. Дива в страусе. Во-первых, что хочу сказать. Я встала, когда вы спели строчки про... Про мира мало. Меня... Вы не знаю. Меня прям вот на этих строчках, правда, мне кажется, волосы дыбом стали. Всегда меня удивляло, как в таком хрупком, маленьком теле заключается такой большой, низкий, красивый голос. У вас невероятные данные. Вам нужно убирать манеру, которая вам не к лицу. И поверьте мне, ваш голос сделает великие дела. О, прекрасно сказала, прекрасно. А вот если так посмотреть на третий ряд, то много сидят. Но наш блистательный композитор, легендарный Олег Влади, он стоит. Что тебя затронуло в Лолите? Я люблю артистов, внутри которых есть стихия. Вот это представитель этой расы артистической. Внутри такая бушующая, необузданная стихия. Такое проживание этой песни. Я небольшой любитель песен Елены Ваенге. Но вот здесь за дело, за живое. Своей густотой, своей красотой. Спасибо вам. А выглядишь ты как любитель песни Ваенге. Сергей. Лолита, я не встал на ваше выступление. Как только вы вышли, я Этери сказал одну фразу. Главное, судя по тому, как вы готовились к вашему выступлению, я говорю, главное не переиграть. Так вот, к сожалению, к моему, вы переиграли. Все, от начала до конца. И если первая часть, ну, как-то еще была в рамках, то вот со второго куплета вы как будто с цепи сорвались, и там уже такой пошел неаккуратный звук, когда вы на форты перешли. Просто, ну, правда, было прям пере, все переиграно. Но Елена Ваенга, которая была здесь гостьей, она тоже много что делает на сцене, и это как-то, да? Это диагноз. Но, нет, но это ее естество, да. Это вот так она чувствует. В вашем исполнении все-таки было много деланности. Ну что ж, Лолита хотела, чтобы это был сон, но, увы, она не спит, у нее всего 63 балла. И она покидает наше шоу, но под наши бурные аплодисменты. И самое главное, мы тебя все запомнили! Спасибо большое. Ты ей говоришь замечание, а она стоит нет. Я ей говорю, что она деланная, что она искусственная, а, возможно, она мне говорила, что нет, я такая, какая я есть. Это в ней есть вот эта краска, просто она не умеет этим фломастером пока... Да, она его просто не умеет слишком сильно... Да, 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 с этим согласен. Я уникальная, вот это моя уникальность. Души там не было, там был номер, понимаешь? Ну, реакции реально абсолютно разные. А здесь что? Вот я реально сижу, понимаю, да, мне не нравится. Говорят люди, говорят, восторг. Да, да. Как это было здорово, вы невероятны. Да, да. И ты думаешь... Я что, да? Может быть, я что-то уже не чувствую, не понимаю, не вижу, не слышу, понимаешь? Есть, бывает такое, да. За кулисами остался только один участник. Но он постарается спеть лучше всех, кто сейчас находится в тройке лидеров. Спросим у фаворитов, крепко ли они держатся за свои места. Амина, как у тебя настроение? Ты в самой опасной зоне. Ты уже три раза выдыхала. Ну, честно сказать, я чувствую себя на волоске. У меня потеют руки. Каждый раз все быстрее бьется сердце. И, конечно же, я бы не хотела уходить, но решать уважаемым экспертам. Ну, ты готова к батлу, если что? Конечно. Ты ждешь даже его, да? Я с удовольствием исполню еще вторую песню для вас. Софико, ты просто королева сегодняшнего выпуска. Но я не могу сказать, что ты в недосягаемости. Совершенно точно. Я с каждым номером смотрю и честно наслаждаюсь, потому что такое разнообразие тембров. И вот фломастеры, все фломастеры. Кому-то вот хоп-сто, а кому-то не сто. Реально интересные ребята. Разные все. На вкус и цвет. А, вкус и цвет. Ну, тембры действительно настолько разные, настолько у всех интересные, что я вот прям, задержав дыхание, слушаю всех, честно. Ну, мы угадали с твоим фломастером. Ну, что ж, посередине двух прекрасных див, я бы так сказал, сидит он, Армен. Итальянец, Арменин, горячий красивый парень из хора турецкого. Что чувствуешь, волнение или азарт, когда твои здесь, ты там? Ну, радует то, что батлы, наверное, обеспечены, как я понимаю мне. Вот, но в то же время я хочу сказать, что мы все находимся в равных условиях, и я хочу пожелать удачи следующему исполнителю, который выйдет на эту сцену. Как благородно и красиво по-восточному. Ну, что ж, лидеры настроены позитивно, ну и последний исполнитель надеется на отличный результат. Я приглашаю на сцену участника номер восемь! Я не слышу эту волну! Встретим как следует! Ну, сейчас я даже не знаю, мне очень, конечно, жалко третью участницу у нас. Она тоже прекрасная, но здесь вопрос в том, что сможет собраться человек или не сможет. Он будет сейчас с последним участником. На мой взгляд, очень классная разноплановая программа получилась, но вот чего-то еще, какого-то вот красочки, в какого-то пломастера одного не хватает. Здравствуйте, меня зовут Хвича, мне 28 лет, я из Грузии. На самом деле я не певец, я фэшн-фотограф. Шесть лет назад переехал в Москву, три раза возвращался обратно. Мне очень не нравилось, ничего не сходило, с работой были проблемы. Я выступал в разных заведениях, но после пандемии остался без работы. Пришлось находить какую-то новую работу, новую профессию, и вот фотография меня выручила. Фотографировал для звезд, для модных мировых изданий, для брендов. Но за два года эта профессия мне не дала истинное счастье, а моя мечта с детства — это стоять на сцене. И я решил с нуля попробовать еще раз с помощью вашего проекта. Как только увидел, что у вас проходит кастинг, я сразу подал заявку. И я даже не знаю, ничего не планирую, посмотрим, что получится. В первую очередь это не то, что вызов, а просто хочу напомнить себе, в первую очередь, о своей мечте. Черный фломастер подвезли. Сейчас нас, по-моему, снесет. Это же Квича. Это же фотограф Квича. Фотограф? Фотограф? А, или нет? Здравствуйте, меня зовут Квича, мне 28 лет, я из Грузии. Я фэшн-фотограф, но мечтаю о сцене. Спасибо вам за эту возможность. Давай, окей. Так, сними меня, фотограф. Вот это уже очень смело, да? Смело или чересчур смело? Мне, мне нравится, очень круто. Прикид у него такой веселый. Подожди, 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 подожди. Давай, давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Which way is right? Which way is wrong? How do I sell? That I know? You know, you know? There's nothing I can't say? I can't say? You know, you know, you know? It feels like I can't say? You know, 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 you know Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Песни прибоя рассвет пробудив, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море возьми меня в дальние даны, пару совалы вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли. О море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, море, возьми меня в дальние даны, пару совалы вместе с собой. С собой, с собой, с собой возьми. С собой, с собой возьми. С собой, с собой возьми. В этой ноте. Этот прибой. Эта волна. Захлестнула нашу стену. 90 экспертов. Вы реально чувствуете? Я не чувствую. Поднялись. И не смогли устоять перед твоим голосом и синей вечностью. Армен Григорян. 90 голосов. Просто фантастика. Это было на таком напряженном нерве. Это такая мощь. Песни на русском языке великого муслима Магомаева. И уже сейчас великого Армена Григоряна. Ну что ж, уважаемый Вича, это было прекрасное исполнение. Мы тебя все запомнили. Запомнили зрители. Всего лишь два голоса разделили вас. Но мы, к сожалению, прощаемся с тобой. До встречи мы тебя все равно ждем. Еще, может быть, Сергей Лазарев сделает свое веское заявление и вернет себя в полуфинал. Тогда Мишку придется сдать, кстати. Ну а я приглашаю сюда первых победителей нашего юбилейного сезона в этом отборочном туре я представляю прекрасную Софи Ко, Гордаву и Армена Григоряна. Спасибо. А также я прошу аудиенции у Сергея Лазарева. Жду тебя здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, я поздравляю вас с премьерой. Это было потрясающе. АПЛОДИСМЕНТЫ Сережа, что творилось на стене во время дуэли? Какая энергия, какая мощь, какая страсть. Коля, я чуть не посидел, честно не могу сказать. Это было просто невероятно. Я вас поздравляю, друзья. Я поздравляю всю сотню всех нас с грандиозной премьерой. Честно говоря, переживал, думал, что все лучшие участники уже спели в предыдущих сезонах, а нет. Смотрите, какие новые таланты. Мы продолжаем открывать новые таланты на этой сцене. У нас впереди много всего интересного. Огромное спасибо за работу, друзья. Будет классный сезон. Вы молодцы. Люблю вас. Поздравляем первых финалистов нашего шоу. Дорогие зрители, спасибо, что смотрите нас. Мы вернулись на экраны с юбилейным сезоном. Это было грандиозно. Возвращайтесь и вы через неделю, чтобы петь вместе с нами на самом фантастическом вокальном шоу страны. Ну-ка, все вместе! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Жду вас через неделю! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...